вот это дырень вот это выход а этом мелкие пробили и привет с вами легит сегодня нестандартное видео мы будем стрелять из рогатки когда-то она фигурировала в одном из моих видео распаковок на момент заказа она стоила около 800 рублей потому что это такая цельная металлическая разборная рогатка заказал ее так как в нижнем ее основании неодимовый магнит удобно крепится шарики да и сама по себя на весьма миниатюрны рогатка пришла вот в такой комплектации резинка была снята одеваешь ее сам ну это буквально дело 2 минут и вот на нижней части мощный магнит который хорошо магнитить всякие шарики гайки и тому подобное сделано реально носу то есть разборное металлическая и весьма миниатюрная еще в комплекте шли вот такие штуковины на который, если честно, я купился. Это что-то вроде прицела. Здесь лазер и даже есть вот такой вот пузырьковый уровень. Вот на этот металлический хомут крепится тот самый лазерный прицел, который закрепляется сбоку основания рогатки. Ключом шестигранником затягивается. Все вроде бы здорово, но полностью бесполезно, потому что целиться по нему точно нельзя. Еще есть вот такая вот красная штука, на которой светишь и типа красиво. В общем, все это бесполезно. Мусор, если только у вас закончится чем стрелять, в принципе, можно стрелять вот этими комплектующими. Резинка хорошая, тугая. Вот эта штука что-то вроде кожи. Друзья, значит, что у нас тут в арсенале? Рогатка, замагничная, тут гаечки и все дела. Из арсенала патронов вот такие вот пульки 5-миллиметровые, но скорее 4-миллиметра такие самые мелкашные. Скорее всего, будут прям четко пробивная у них сила. Вот такие вот восьмерки, 8-миллиметровые шарики я брал уже в российском магазине. И вот такие вот 9-миллиметровые на Алиэкспрессе брал, просто как чугунный мост стоит. Не знаю, мне кажется, они вообще просто бомбуские. И вот бюджетный вариант у дяди Ашота. Вот такие вот гаечки, восьмерочки, 9-10 взял. Куча дешево, сердитые. В принципе, наверное, мы сейчас попробуем, как это все выглядит. Сравним. Вот рогаточка. Новая резиночка только что поставил. Взял еще 3 рогатки в комплекте. Что-то там в районе 250 рублей что-то стоит. Ну, в принципе, этой резинки должно на какое-то время хватить. Расходник легко меняется, вот эти вот откручиваются, заряжается резиночкой, и можно стрелять. 8-миллиметровый шарик, по-моему, это самый идеальный вариант. Ну, как мне кажется, пока что я без опыта. Главное, мне в экшн-камеру не попасть. Сейчас попробуем вспомнить. Так, попробуем сначала гаечки. Ах ты сука! Как она ее пробила? Вот, покасательная прошла. Вот здесь вот и попала вот сюда вот. Ну, это гайка была. Видите? В принципе, даже не пробила. Сторонно. Но шарик бы прошел бы только в путь. Так, баночка жива. Причем, вторая пострадала больше, чем первая. Ладненько, давайте еще разочек. Ну, Пепси досталось, наверное, оно все уже уходит. Так, шарик 8-миллиметров. Как-то в край попал. Помятину, слушай. Помятину, на пробитии нет. А, вон, смотри, прошло. Коробка 8. А, вот, посмотрите. Два выхода, вот, не знаю, видно, не видно. Еще сильнее. Вот, два выхода. Вот, она сюда зашла и оттуда вышла. Азарт-то какой азарт, интересное дело. Ой, дурак! Ну, 100 шариков должно хватить, чтобы научиться попадать. Когда четко попадаешь, спаси. Она даже не шелохнулась. Ого! Просто, если четко попадаешь, вообще гаечка прошла. Ого! Как я так задний, который за ней стоял. Касательный прошло, прям прошло. А это он. Пойдем посмотрим. Ранен, например. Шарик где-то там. Ну, там земля, видимо, она ее притормозила, потому что попал в самый низ, поэтому не вышел. Уф! Целиться надо от щеки, я понял. Это мне дошло после 50-го шарика. Все-то, ладно. Надо вот так вот натягиваешь, держишь возле щеки. Самое главное, рассчитать высоту. Это уже как бы с опытом приходит, исходя из точки, исходя из не знаю чего. Но пока ко мне не до конца пришло, поэтому я низ коробки есть-то истрелил. Ну, это, оказывается, сложнее, чем кажется. Другую целился абсолютно. Попробую шарики 5 миллиметров. Пойдем посмотрим. Пойдем посмотрим. Звук был. А, вот. Вот, смотри. Ничего нет. А на выходе, смотри. Сюда. Сильнее наклоняй. Вот. А, точнее, выход какой четкий, да? То есть, с той стороны вообще не видно. Вон, в чупа-чуп спробил. Видно там? В чупа-чуп зашло, с той стороны вышло, а все четенько. Изи. Вот это да. Я думаю, там то же самое. Оно просто пробивает, как по маслу проходит банку насквозь, и все, банка даже особо не колышется. Короче, вот эти 5-миллиметровые, но они по ощущению не 5, а они 4 миллиметра, наверное, шарики. Причем какие-то, я говорю, странные, не магнитятся, но прям четкие. Их реально 100 штук, они ледненькие, и прям вот просекают только тут, ну, раучки. Я попадаю каждый раз. Бой-машина 9 миллиметров, они просто на вес золота, их немного, 50 штук, но они должны прямо такое, знаете, бронебойный снаряд. Бум! Бум! Пойдем. Попал. Вот она. Вот этот дырень. Вот это выход. А это мы мелкие пробили ее. Видно? О. То есть вот вход мелких, и вот этот бамс! Вообще. Вот это калибр. Это вот 9 миллиметров. А вот, кстати, эти. Мелкие пробивали. Они когда входят, они отверстия не оставляют. Они как-то под натяжением вот так уходят, а вот на выходе вот такие вот ну видно что в эту сторону развернута вот вот тоже пресекло по экрану досталось вот как он стоял смотрите просто вот так она зашла сбоку я попал и вот так она вышла все красота же а у как стояла родимый так стоит вот а чё тут лаймон фрэш кстати она почему-то не вышла насквозь а там земля короче и даже земля на половину так вот не станет здесь много земли можно достать пульку пола это вот все это уже как если мы знали что это такое но мы не знаем что это такое страшно это было 9 миллиметров разлетел просто зато попить можно нетрадиционный способ открывания банок так можно порезать вот ребята сильных усилий может вот так вот даже она не пробовалась она развязалась принципе и починить можно но сейчас не до этого прорезочка вот видите растянулась она даже не пробовалась но сейчас мы легко поменяем вот эти вот открутим вставим новую и продолжим стрелять страйк о прям ровненько вверх в центр пойдем походу сюда она заходит это отсюда выходит вот смотрите друзья какая пробивная сила да здесь она видимо вышла судя по следу сюда зашла насквозь если четко попасть то конечно прям здесь она песок врезалась там осталось но мы достали своя здесь вот так вот насквозь смотрите какой чистый вылет вообще это гаечка зашла отсюда и отсюда вышла здесь тоже по низу бам здесь песочек насыпан чтобы ветром не сдавала поэтому там осталось пулька это по касательно просто на выходе второй ряд правила вот такие вот есть развернули просто на это в то и даже не знаю второй я тоже не помню а короче вот такие жестокие варианты тоже есть ну и просто смятый этот второй ряд крутястно вы посмотрите просто пробило где это где это несчастная баночка вот она вы смотрите сюда влетела отсюда вылетела а чётенько прям сама донышко в ноги чтобы не убежал вот так вот и да ты круто стреляешь вообще лучше меня необычная техника но иногда иногда попадаешь и круто все пять выстрелов в три попадания а кого-то в задницу не хрен срать в кустах бум вообще просто ну ура бум вот это красиво было она даже вернулась видела и так понравилось что она решила еще раз вы думали я не попал ну да в общем друзья как итог это хорошая антистресс игрушка но обязательно помните о технике безопасности если вам нет еще 18 лет то обязательно в присутствии взрослого человека и профессионала действительно прикольная штука такая для фана для отработки каких-то стрелковых навыков наверное с ней конечно можно и охотиться но я не по этой теме хотя кстати на нее продаются резинки для вот этих дротиков стрел и можно заняться такой вот рыболовной охотой видео получилось не настолько зрелищным как я хотел из-за неправильной настройки некоторых гаджетов при этом сам процесс был очень увлекательным если вам понравился такой развлекающий и не особо развивающий формат то напишите в комментарии найдем время выйдем опять на полигон и постреляем по полным баночкам с хорошим слоумо хочу мне есть полностью укомплектованная с четырьмя резинками рогатка для рыбной охоты кому интересно также потестируем и ее я надеюсь видео было интересно если так то буду очень признательна за вашу подписку на мой канал если не подписаны за ваш палец вверх за ваш приятный комментарий особая благодарность тем кто делится моими видео соц сетях а с вами был ешь пока